Белым снегом Официальное количество, чтобы не просить туда бровью Пропустим Пропустим Это люди зарабатываются Свои среди, видите Вот 187 тысяч просмотров Вы еще это накупите Вот Почему? Тут тема сейчас повторяется Вот Получила Как на идею Ну, теперь еще пару слов Итак, я вам уже говорил об этом Новички не знают Что в данном учебнике В советском учебнике В 49-й год И Волков Мы в то время пробили это Видите? Вот Учил как надо садить Видите? Вот Вот это страшная вещь А я вот человек простой Я знаю, что я опять заработаю Благодарности А еще Может быть И пару матерных слов Вот Мое Вот Ходите в лес там Все доведу Деревья растут Где угодно Где только могут выжить Где-то Где-то И бледный век Где-то Короткий Помните Деревья на холмах По 50 По 100 лет А это дерево Умирает Ему не повезло Не в том месте Выросло Вот А Специалисты Если бы это была Культура Деревья Что бы сказали Как что Вырезать Отрезать все грибы Зачистить Замазать И чем-то Сексусе Попрыскать Ну это Что в реанимации Это Дезодорантами Попрыскать Выбирающих Ну это Ну что там говорить Потому что Что слива Крепкая Потому что Что она надежная Все равно Сгнивает Даже на родном месте Даже не в яме Очень беда Поэтому я с холодом люблю Посадка По железу Вот Не тронутый тер Вместе со всей Структурой Это Святое Вот Я могу сказать У меня допустим Все это Явы Явы Выкопал Метровые И заполы Дерево Жило Только в этой Полметровой яве Которые живут Засыпали десятков Помните Федеральные удобрения Самый ужас Те самые Которые попадают Организм Травят Помните Эти нитраты Вот Тоже самое Испытывают дерево Им же черви там не живут А все говорят У меня все в порядке Но показать дерево Старше Тристи Двадцати лет Он уже не может Обычно Не доживает Картофельное поле Тут уже можно было взять Тяпку Нагрести Обшипать Переглоем Вот Пожалуйста Вот А этот товарищ Это мой аппарат Я написал Бедные пенсионеры Вот Знаете почему У него руки разведены Вот так вот Нет? У него яба Битва 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 Вот Вот Этот сад До Посмотрите Посмотрите Видели высоту 2 метра Вот они красавцы Вот И помирать не собирается Одна головная боль Надо будет рассаживать Так вот Я написал Я написал Капустину Что лучше меда Ее в жизни А он мне прислал статью То есть не статью А письмо А это письмо Попозже То есть Мы с вами не читали А почему Потому что я очень благодарен За такой мед Уникальный Я сказал себе Из благодарности Может несколько человек из вас уговорил Купить у него меда И так Он пишет Мед Действительно Высокого качества Объясню Одна картина Так же как с Сарльцами и Сьюгов Мне вот это понравилось В сравнении с Сарльцами Поэтому я цитирую Пчела У нас среди русской породы Тысячи лет адаптация в Сибири В приспособлении Зимовать в тяжелых условиях Доводить Ферментировать мед Более качественно Чтобы он долго не порчился У таких пчел Самая высокая Диастаза Более лечебная Слова-то какие Знают Оказывается Я такого слова не знаю А сейчас в Европе Изобрели Гендеров Пчел И Нам якобы До удобства предлагают Они не жалят Не роятся Якобы Быстрее мед Татаскают Им же не зимовать А осенью Можно вытряхнуть Потом еще купим А потом Болезни пчел Большой ассортимент Предложенных лекарств И так далее Ну все понятно Заканчиваются лекарствами Пчеловоды Пчеловоды Есть шансы заболеть Хочется Чтобы у нас было Будущее Радость и счастье Алтайский край Алтайский район Так вот Он мне поблагодарил За то что я Первый Прошлый вебинар дал Для связи Не знаю Были ли заказы Еще раз говорю Если брать Тех килограмм Меда Что он мне прислал Он заплатил 800 рублей За пересылку Это может кого-то Остановить Но мед Это волшебный Я вам говорю Кто-то чуть меньше Купит меда Допустим Пересылка будет 500 рублей стоит Или кто-то Ближе живет Вот А если кто-то далеко живет Может быть 1000 рублей за пересылку Отдаст Ну что поделаешь Он того стоит Поэтому Я из благодарности За уникальный мед У меня повышенный сахар Мне все ругают А вот Я не то что лосками Наворачиваю Вот Я не могу Многое боюсь Но я стараюсь Утром В эту ложечку Чайную И вечером ложечку Чайную Вот Зато много лет Уже не одной Кусочка сахара Спасибо Друзья Капустины За мед Так Каброво Ну что мы сейчас Сделаем Я сейчас Эту тему пропущу Которая Начинается С того Зачем Оно имеет отношение К садоводству Зачем жители Гамрова Котам обрубают Коты Котам обрубают Хвосты Оказывается Что мы Быстрее проскакивали Дверь Дверь И мороз За собой Не тащили В избу А зачем я Это вам Говорю Потому что Аналогия Садоводством Прямая Вот Ну здесь Это шутка Про отрубленные хвосты Вот Они про себя Анекдоты сочиняют Популярные В частности Чтобы Кот Проскакивал Без хвоста Быстрее проскочит В дверь Зимой Вот Но здесь Вещь идет серьезная Я только хотел Начаться Нигде-то Пропускаю Пропускаю Если хотите О чем пойдет Речь На следующем Вебинаре А дальше Я хотел Немножко Показать Эту книгу Издал Курдюмов Причем Он использовал Мои материалы Я хотел Кое-что из них взять Потому что Если Курдюмову Удалось убедить Вот Потому что Начали мы Как компоненты Закончили Как Едино-вышленники То Я надеюсь Убедить всю страну Такое Не буду упустить Тебе резинки Для меня Это Каждое качество Оказывается Если Есть мозги То Тебе резинка Не помеха Предельно Выражает Только За счет Сокращения Срока Жизни Вот Вот Почему Потому что Была Дискуссия А Тема серьезная А у нас Время заканчивается Вот Единственное Что Я сейчас скажу А вдруг Я не доживу Но это шутка Осенью В престольных кругах Надо Перекопать почву Личинки Оказывается На поверхности Замерзнут Представляете Чтобы избавиться От личинок Которые Едят Эти самые Сырьевые Сырьевые Плоды Оказывается Нужно Перекопать Почву А я Говорю Это то же самое Чтобы поджечь дом Чтобы согреться Даже Примерно такой же Пример Ну сами Подумайте Вот Муравьи Будут Уничтожены Вот Бактерии Уничтожены Сумма Бактерий Определяет Благо Это самое Благородство почвы Ее Питательность Вот Дальше Значит Грибы Уничтожены Черви Уничтожены Только Чтобы от личинок избавиться Думать же надо Что пишут Ну Подробнее Потом Есть о чем поговорить Дальше Придется Ну Это новичкам неинтересно Даже Даже Этого не знают Семья Серви Играют Основную роль Это Дарвин В создании Плодородной почвы Что на хрена их тогда Это Уничтожать то Ну Думать же надо Если На участке Есть червивые сливы Первым делом Проверьте Если на деревьях Раны Это предыдущие На концу Дело Дело Жилища Червей И прочее Неприкосновенные Хрестоматийный пример Вот Тут Дело в том что Раз у меня нет червей В грушах Извините В сливах Да Я должен взять Просвенный пример Он Он мне очень важен И так Хрестоматийный пример В мировых плодах Ну Согласитесь что Черви лезут в плоды Чтобы покушать Я ничего не путаю Те растливы Вот Они есть И В этих В абрикосах Только не у меня У меня нет ни в сливах Ни в грушах Ну и Про грушах Я говорил Ни в сливах Ни в абрикосах Но Муравьи Это такая же казалось бы Ох Муравьи Внимание Сейчас я вас знакомить буду с ними И так Перезбыток влаги Был такой жуткий год Илья Александровна Савельевич Аспирант при этом присутствовала И это была часть моей учебы Я написал для вас Перезбыток влаги А виноваты муравьи И якобы ленивые садоводы И ленивые Это начинается еще Первое опрыскивание Профилактическое Еще Все спит И уже опрыскиваем А потом Вы помните 8 опрыскиваний за лето И так далее Самое интересное Что не нужно ни одного Но для этого Надо не делать Раны Особенно эти самые раны Достаточно того Потому что Сама Сибирь Преподносят Такие раны Деревья Называются Морзобоины И вот они-то И так Вреда Придусят А тут еще Представляю А уже начинает Лопаться Это Хочет Принимать Фотографию Перегруз Перегруз И тогда Я вынужден Не все показать А здесь Что я показываю Значит Вот это Илья Александровна Савельевич Так На другой фотографии Мы стоим Рядом Этих самых Присядку Сидит Моя Помощница Вот И говорит Десятое ведро Я посмотрю Какое ведро собираешь Десятое Ну то были простенькие Там были абууры Сыновья Маджурцы Серафимы А эти Вот эти вот Красавцы Так Потому что Я уже не знаю Откуда ты взялся Это Как анекдот Мы же такие специалисты Опять разговаривался Помните Этот случай Он тоже войдет Христоматин Я стою в саду В единственном Саду Филиппе Володя Красотища Вот такие же плоды Сто и более грамм Я говорю Володя Откуда ты взял Это дерево Вот тут поздний Филиппе Не знаю Оно само таким стало Но самое интересное Ладно бы один год Стало Потом опять стало Нормальным Нет Это какой-то ген там Сильно уж Когда-нибудь мы вернемся к теме Открытие мирового уровня Этим самым Ученым молодым Которым Которым наконец-то Наша наука признала Ой Как не хотели Вот Фамилия его Сейчас Я на память все время Пытаюсь А потом найду Наверное Жалко Так хочется назвать его Фамилию Его недавно Стернобырде Похвастался Что у нас теперь Мировое открытие А я о нем Несколько раз говорил Для того что открыл То не он Открыли мы А он только Подтвердил А мы это Латинков Железов Горяев Такие скромные люди Вот А так получилось Что Нужно было Хороший пример Вот он теперь Что у меня с памятью Ну может еще Не вспомнил Итак Этот у меня Из той же породы Откуда взялся А он взялся откуда-то Вот Так получилось Что Несколько поколений Укрупнялись Укрупнялись Да укрупнялись И вот Что получается Они оказались Более Податливые Ну тут явно Влияние Какого-то южного сорта У меня же Несколько сортов С юга С Украины Там есть Волги Вот Ну то есть У него Вегетативный папа Есть И результат Налицо И вот Смотрите Я еще не все сказал Самое главное Я беру Это вы не Спаданку собирали Нет Я подхожу К дереву Поднимаю руки На цыпочки Снимаю Два плода Даю я И говорю Так дочка Смотри Разрываем Внимание Что мы видим Это продолжение истории с червями Что мы видим Мы видим Раз Два Три Четыре Пять Шесть Входя там Целая куча Там целое гнездо их Короче мы видим Внутри Несколько Десятка муравьев Что они тут делают Какое они имели право Так вот Именно на этом дереве На единственном Были муравей А мне Приходили письма А у нас В плодах Муравей А у нас в плодах Черви А у нас в плодах Гусеницы Вспоминайте Сколько мы уже таких письмов разобрали И к чему я это говорю Тут раций принципиально нет Но дело в том Что это дерево Просто-напросто Попало в среду Неблагоприятную Для себя Да Сибирь Да Относительные морозы Бывает Было вот как Это же то самое Когда было страшно Дождливое лето Страшно дождливое Невероятно дождливое Вот И Они начали портиться Прямо на дереве Это не значит Что дерево плохое Это значит Что Дерево Относительно плохое Оно из рода Водоморозовое Оно уже Мудитет похуже И это дерево Оно гибридное И вот Именно что Кто второй Папа Который наверняка Дал именно Доминантные гены А та Которые должны были Доминантные Оказались То есть Как бы Отошли на второй план Просто Нам просто Это Не мешали дереву Что Развиваться Как на юге А это значит Что они Не выдержали Влаги И Начали портиться Прямо на дереве И на них Только появились Вот эти дырочки Это я все Для будущих Учебников Приготовил Вот Это Дырочки Видели Воды И там Внутри Муровиное царство И тут Рядом деревья У которых Нет ни малейшего Повреждения Вот Вот это тоже Надо учитывать Какие Не мере Повреждения Те Которые попросят Это Эти косточки Вам все достались Понятно Вот это длинная Моя речь Закончилась Вот Еще раз Уже Сама Природа Сама Природа Здесь Такая Что любое дерево Переезжая С исторической Родины Переехал Переехал И что В результате Оно начало Сходу болеть Оно приспосабливается Болезнь Не выражается Понимаете Не хватило мне Времени Еще раз Я хотел подробнее Вот 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 Уникальный Морщинский Вот Возможно Даже Рядом Не хочу Называть Сравнивать С другими Классиками Вот Другое Дело Что Его Правда Цинична Вот А Вот Южанин И там Это все правильно Калечь Режь Получишь Урожай И не обязательно ждать Когда дерево будет 20-30 лет Вот А мы себе реки А мы хотим внукам оставить Детям и внукам свои сады Вот Там калечить нельзя Уже сама Переезд сюда Делать их Ну не то что больными Но Относительно больными Видите Плоды дает Вот Но уже приходится делиться с природой Вот Дерево Переезжая На север Особенно в Сибирь Какие то качества Помните я говорю Белоснежные Не боимся Морозов Корни Не мерзнут Не боимся Вот Засухи Не боимся Засуха Был тот рекорд Урожай Абсолютная засуха Абсолютная Вот Невероятно А урожай был предельный Так вот Я к чему говорю Если все делать по углу Если не настраиваться На эти Карликовые Корни Представляю Что было бы Если бы мы на этих Корнях бы выращивали Мы бы сейчас стояли на паперте Те фамилии Что я назвал Наших садоводов уникальных Железова Тотарова Филиппева Все трое стояли бы И говорили Подайте копеечку Вот Нас наука научила Ворачивать на клоновых По двоях Вот это хотел сказать И еще Пару слов Имея право на рекламу Да Мне надо глянуть Что тут пищало Знаете что получилось Значит Я говорил что На вебинаре 250 рублей Прислал Виталий Андреевич И Это я похвастался Давно Такого не было 300 рублей Прислала Ольга Александровна И уже после 50 слов Наталья Н Прислала 200 рублей Так Ну В следующий раз Возвращайте На вебинары Или на Фильмы Чтобы я мог Знать кому деньги Рассылать Своим помощникам Ну Белки Ну Знаете Здесь главное На эти деньги Конечно Небольшое Ну Все равно Приятно Значит Дружимы Для чего-то А теперь друзья Еще маленькая реклама Ну Ну Это Познание Та же Тема Это уже остается до другого раза. Это чтобы не мордой не тыкали, что у меня теплее, чем в этом. Но в раме. Так, и наконец, сейчас еще покажу. Вот это важнейшая тема с этими. С треей будем бороться. Но беспощадно. А то подумаешь, что вообще ничего делать саду. Со всей пролетарской решительностью будем бороться с этой. Я всегда говорил, это святое. Горшки на хне. Тоже проблемы. Есть проблемы. Черезки. Ну, худо-бедно покупают. Может, и зря я. Меньше купят, меньше деревья искали еще. Так, что-то среди арифметическое. Покупают по-демножку. Вот эту красоту. Понравилось, что заразил ноги. Уже вот эти черенки, мне кажется, уже тонким. А я говорил, у меня тенденция есть. Чем толще черенки, тем толще. Сращивание по двое с прямым, тем большие саженцы. Каталор пополнится. Там у меня для брата проблема будет. Перестал, защищенный оказался от меня же. Не могу добавить. Добавил, хотел добавить пипец шафрады. Хотел добавить... Опять подрезал... Сейчас скажу, что... Опять подрезал розмарин. Опять подрезал. Ты чего, нет каталов? Нет, еще нет там. Нет, скажу. Нету там пипец шафрады. Вот. И, наконец... Еще я нарезал. Опорт крово-красный. Вот. Имейте в виду. Я даже некоторым так скажу. Ребята, было две проблемы. Это я... Извините, реклама. А проблема первая, что... Я вначале список, помните, это был минус, 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 минус. А не были, а минус. Я знал, пока Сергей нарежет. Вот. Когда Сергей нарезал, Часть из вас мы заказали. А мы, чтобы хотели 10 сортал. У меня минимальный заказ 5-черку. Хотел 10, а заказал 5. И теперь вот эти 5 нарезал. Теперь ему надо слово заказать. Но это жизнь такая. Я вас прошу предопростить. Вот. Дальше я таршам. Опять пропускаю эту тему. Я вам как буду учить. Он делает абсолютно все правильно. Но дерево калечит практически насмерть. Понимаете? Вот. Поэтому я бы вам советовал учиться на трупах. Это так же, как когда-то. Людей... Учителя учились на трупах. Вот. Труп не так жалко. Разрезал, посмотрел, что там внутри. Вот. Учиться надо на трупах. На живом дереве учить, как калечит дерево. Вот. Это все мы потом с вами еще пройдем. Вот это мысль сама невыносима. Что вот это правил геню правильное. Так. Я пропускаю еще раз тему. Тоже важнейшее. Это касается... Там дальше будет кобедь. А это я просто показываю. Ну, ребята, ну разуйте глаза. Вот. Просто надо разлить глаза. А сейчас уже время наше вышло. Другой раз поговорим попозже. Вот. И вот это я буду доказывать, что это все уроды. И которые нельзя вообще садить уже. Их надо сразу... Ну, то есть покупать их нельзя. И эти нельзя. И эти нельзя. Это буду доказывать. И опять про обрезку за кольцо. Вот. И я буквально только по этому скажу. Такие рады зарастают сами. Не подходить. А меня уже упрекали. Как это так? Вы на руку порежете. Порезал руку искусственно рады. Там да. Вот. Видите, что творят. Вот это учителя. А я сейчас дохожу до одного места. Я сейчас справа. Вот. Я все это пропускаю. Я думал, как раз... Я как бы перехожу до новичков, которых почти тут и нету. Вот. Ну, бог с ним. Давайте это. Вот. Осталось мне показать, что. Итак. Олег Васильевич Саратоватко. Вот его нож. Вот. Я продал пять ножей. И он мне десять привез. Я левши не одного. Вы не купили. Подземлюсь к руку не одного. Купили пять ножей. Вот. Я что еще хочу сделать? Я сейчас из деревни сегодня привез пару веточек. С львовых. Вот. Ну, потому что их не так жалко. Я возьму вот этот же нож. Или это там. То есть такой же такой. На ваших глазах будет делать срезы. Значит, делает ли такой нож срез одним движением. Если делает, значит, у железов прошла экспертиза. Если не делает, значит, не прошла. Вот. Я его назвал уникальный механик. Механик – это как бы высшее звание людей. Есть. А вот обиделся и не понял. Не знаю, смотрит Олег Васильевич этот вебинар. Но я не стал убирать слово механик. Механик – это высшее качество. Механики создали весь мир, начиная с телеки, заканчивая ракетами. Механик – это высшее качество. Дальше. Вообще цена – 3500. Станутик – 300 рублей. А там – 3800.